добрый день у меня часто спрашивают каким какими я инкубаторами пользуюсь и просили сделать видео обзор моих инкубаторов и дать характеристику какой инкубатор я многих инкубаторов разных марок пробовала на данный час у меня инкубаторы пластиковые фирму я называть уже не буду рекламу делать никому сейчас много инкубаторов именно пластиковых вот таких вот как у меня просто разных форм разные формы на разное количество яйца яиц разные фирмы но я думаю что отличается они мало чем есть инкубаторы которые механическое перевертывание яйца вот мои инкубаторы уже очень старые одни из первых можно сказать но они меня никогда не подводили мой инкубатор на 70 яиц куриных яиц но если яйцо гусей и уток будет конечно меньше на 40 на 35 если перепела туда 120 яиц перепелиных инкубатор хочу рассказать вам пластик пластик хороший у меня он уже у меня давно у меня несколько их этой же фирмы я когда-то купила один мне понравился выход как он себя ведет этот инкубатор как он держит температуру и я купила еще несколько штук повторюсь на 70 яиц куриных яиц этот инкубатор если яйцо очень крупное таки как и темная брама несет яйцо крупное но есть такие крупные яйца и ланджерси то конечно 70 вы не положите уже будет меньше ну будете видеть ручно перевертание яйца ручного я вручную переворачиваю вот такая уже так практику имею это по-быстрому это все это дело я вам покажу как я переворачиваю яйцо и как я делаю авоскопирование яйца авоскопа у меня и нет я и не люблю это такие всякие заморочки и это все делаю как когда-то и меня мама учила мама любила любит моя тоже птицу и любила птицу куры я прихожу у меня фонарик я даже такую не только инкубатор проверяю даже вот пришла к на сетке гнезду и вот фонариком возле на сетке проверила и не нужно мне носить куда-то те яйца и авоскопировать сейчас я покажу у меня заложен инкубатор 3 числа 3 июля сегодня 18 июля вот это 15 дней хорошо 14 суток можно сказать полных 14 суток вот мы посмотрим сейчас какое яйцо полное и там и было пару яиц таких что за умерший плод и полностью пустой я вам покажу чтобы вот увидели как это было некоторые спрашивают ну как я не понимаю как это сделать сейчас я выключу свет и мы с фонариком посмотрим яйцо инкубатор мы откроем на это время выключим сейчас свет включим фонарик и мы сейчас будем смотреть яйца тут разных пород темная брама как видите от коричневого яйца марана зеленые яйца яйца синдянь фавероли фурверки тут есть виандоты кохинхин мраморный китайские шелковые яйца яйца яйцо все подписано вот он сейчас возьмем и посмотрим как-то светло это взять нужно чтобы было лучше видно вот так вот будем смотреть без авоскопа так простой метод такой вот смотрите вот это полное яйцо воздушная подушка четкая линия воздушной подушки и зародышу две дно внизу полных 14 суток видно он и кровеносная система хорошо видно это яйцо темная брама прямо большое яйцо сейчас еще какое-нибудь яйцо возьму тоже темная брама яйцо кохинхин мраморный вот уже можем смотреть четкая воздушная подушка кровеносную систему хорошо уже видно вот так выглядит зародыш 14 дней еще нужно когда когда им нужно как раз 7 8 дней для вывода так выглядит оплодотворенное яйцо можно еще что-то посмотреть вот яйцо марана между прочим марана марана тяжело увидеть она темное яйцо может попробуем другое яйцо ну вот и на маране уже 14 дней инкубации можно также также увидеть воздушную подушку даже яйцо такое черное и можно увидеть воздушную подушку сейчас покажу для примера вам как выглядит пустое яйцо когда нет зародыша она просвещается полностью вот когда зародыша не были примера воздушная подушка размыта вот так выглядит пустое яйцо и здесь я отложила здесь делать это есть у меня зародыш который погиб как бы вот зародыш от немножко видно его но он погиб видите так вот черная точка падает вниз погибший зародыш было яйцо фавороли вот так выглядит начал развиваться ну что-то ему пошло не так по черное пятно но сейчас еще и покажу как раз вот как выглядит когда зародыш есть так выглядит яйцо когда есть зародыш если даже присмотреться смотрите как хорошо видно кровеносную систему и даже видно как цыплёночек движение делать посмотрите видно как шевелится цыплёночек видите как шевелится цыплёночек видно как я переворачиваю яйцо сейчас я включу свет как я в своем инкубаторе переворачиваю яйцо я просто так очень просто я без заморочек вот так вот так вот перевернула не так что так вот перевернула легонько вот и все и вот и все заморочки но еще у меня спрашивают зачем охлаждать вот зачем охлаждать яйцо охлаждать яйцо нужно обязательно почему потому что зародыш живой и как же все живые организмы зародыш употребляет кислород и выделяет углекислый газ процессе жизнедеятельности роста своего и когда мы открываем инкубатор мы во-первых мы проветриваем инкубатор для того чтобы вышел весь углекислый газ и наполнился воздух воздухом в составе которого есть кислород и когда яйцо когда яйцо вот яйцо марана как раз вот такие яйца марана красивые и яйцо при охлаждении яйцо марана яйцо с индианей и какая красота белое яйцо виондота просто радуга из яиц когда яйцо остывает остывает скорлупа то при остывании как с физики мы знаем при остывании предмета предмет сжимается и вот когда яйцо остывает скорлупа яйцо остывает у прессы тогда сжимается поры яйца сжимаются и втягивают в себя кислород воздух с кислородом и тогда у них вот воздушной этой подушке образуется запас кислорода которому дышит зародыш до следующего дня когда мы будем охлаждать яйцо поэтому охлаждение для яйца очень важно сколько вопросы такие есть у меня сколько нужно охлаждать яйцо оптимальный вариант я всегда ориентируясь она ориентируясь на температуру помещения если например помещение плюс 20 значит я нет яйцо охлаждаю 20 минут если если температура 30 градусов помещение значит я охлаждаю яйцо 30 минут ну так все соответственно если температура помещения плюс 10 значит приблизительно 10 минут охлаждать ну чтобы яйцо не замесло в инкубаторе этом есть каналки внизу для воды можно можно наливается вода обогрев идет теною вентилятор есть вентилятор на тенах очень хорошо держит температуру этот инкубатор вывод хорошие следовательно этим инкубатором ну и что еще сказать можно эти инкубаторы пластиковые они отличные я считаю никогда меня не подводили но один минус есть у них потому что они когда температура минус как плюс 15 они мне кажется может могут не дотягивать температуру внутри вот им помещение в котором находится инкубатор нужен плюс 15 оптимальная температура от плюс 15 ну еще меня часто спрашивают почему я в перчатках показываю яйцо что я хочу сказать за перчатки свои потому что яйцо на яйце на руках человека всегда есть какие-то микробы и вирусы и когда мы берем яйцо инкубационное и когда мы его кладем в инкубатор и тут в инкубаторе влага и плюсовая температура все условия для размножения бактерий они могут начать развиваться на скорлупе и когда у цыплята начнут проклев они может тут же заражаться какими-то вирусами и и бактериями и поэтому инкубационное яйцо я всегда рекомендую и сама это так делаю одевать обязательно перчатки можно возле инкубатора поставить можно вот такие вот резиновые перчаточки иметь такие хозяйственные можно вот иметь такие вот целлофановые как одноразовые тут у меня вот я вам показываю но главное не нужно даже руки мытые конечно мытые руки чистые вы считаете но я рекомендую яйцо инкубационное всегда брать только в перчатках ну думаю я на все вопросы ответила насчет своих инкубаторов и инкубации яиц можно сказать еще за режимы инкубации режимы инкубации у меня первые первые сутка 38 и 5 я не открываю его первые сутки на вторые сутки я охлаждаю яйцо минут пять-десять переворачивается яйцо два-три раза в день хотя бы минимум два раза в день самый лучше три-четыре раза в день так как люди ходят и на работу и некому перевернуть минимум два раза обязательно нужно перевернуть и один раз охлаждение обязательное в день ну и все ну а то так вот вроде всего канавки есть для влаги думаю что моя информация была полезна для кого-то может кто-то что-то узнал новое может и уже кто кто-то знал то это все что я вам рассказала кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока